Сегодня заказ на установку вот таких вот крыльев фирмы SKS Германия. На 29 колеса эти крылья идут. Соответственно, они подходят и на 27. Они универсальные. Просто здесь написано 29, а по факту на сайте написано, что даже и на 27 колеса они подойдут. Крылья полноразмерные почти, идут с металлическими дужками. Сейчас я буду показывать, рассказывать, как все это надо делать и что надо подрезать. Потому что на любой велосипед крылья ставятся не просто так, а надо немножечко еще подумать и руками поработать. Так вот выглядит комплект крыльев. Здесь вот есть отверстие под креплением таких металлических тяжеленнейших уголков. И на кончике вот этих дужек надеваются вот такие крепежи. Соответственно, здесь нет крепления на вилку. Крепления на вилку продаются отдельно и там они в инструкции написаны. Мы же печатаем на 3D принтере вот такие крепления, хомуты. У нас комплект хомутов стоит 150 рублей. В магазинах он стоит порядка 600 рублей. И, соответственно, под разный диаметр вилки мы печатаем разного размера хомуты. Такой интересный велосипед. У него крепление под крылья находится изнутри рамы. Соответственно, мне придется сейчас снять колесо. Катился один раз. Вот такой он грязный приехал. Это сейчас более-менее сухая погода. И решил поставить хорошие крылья. Сейчас будем их устанавливать. Таким вот образом примеряю я заднее крыло. Вот это крепление не должно быть слишком низко, потому что иначе будет мешаться переднему переключателю. Действие я могу подвинуть вперед. И задний зазор у меня очень большой. Соответственно, чтобы зазор был поменьше, сейчас я чуть-чуть болгаркой буду отрезать длину вот этих вот железочек. То есть сначала закреплю здесь, все примерю. И где-то, наверное, на сантиметр подрежу по высоте вот эти железные планки, чтобы крыло село как можно плотнее. Центровка относительно колеса вот этих дужек осуществляется за счет поворота вот этого треугольничка. То есть зазоры справа и слева должны быть примерно одинаковые. Далее я беру обычную рулетку, одной рукой достану, вот и смотрю, сколько у меня тут, грубо говоря, запас между крылом и колесом. Вот у меня сейчас здесь 5 сантиметров. Дальше я смотрю, сколько вот здесь запас. Здесь у меня порядка сантиметров. Соответственно, я сейчас дужки металлические отрежу примерно на 3,5 сантиметра, тогда все получится более-менее ровно. У меня сейчас нет маркера, поэтому я взял малярный скотч и отметил 3,5 сантиметра ручкой. Делал отметочку. И дальше болгаркой отрезаем. Можно пилкой по металлу. Кусачками такой толстый металл перекусить не получится. Используем резинку с прорезями, чтобы закрепить передний и нижний хомут. Причем я, видите, с одной стороны части использовал, и с другой стороны части использовал, чтобы как можно меньше торчало. То есть если вы здесь в первую закрепите, здесь у вас будет слишком большой хвост. Здесь все закручено. Далее я не использую пластиковые бабушки, которые идут в комплекте, а прикручиваю через металлические гроверы, которые есть в комплекте. Вот эти вот гаечки, тоже их только плоскогубцами удается запрессовать. И после этого мы выравниваем крыло, чтобы оно стояло более-менее ровно, двигая вперед-назад дуги вот в этих пластиковых креплениях. Затем все это затягиваем. Достаточно прочно, но не со всей силы, чтобы пластик не лопнул. И ставим колесо. Регулируя положение вот здесь вот, то есть смещая вправо-влево угол наклона, скажем так, регулируя подъем и немножко поворот вот этих вот креплений, добиваемся такого состояния, чтобы у нас душка стояла максимально ровно. И зазоры справа и слева от колеса были примерно одинаковые. Мне удалось добиться что-то более-менее похожего, хотя все равно миллиметры еще играют. Сейчас я все это, видите, вот оно вот так, а надо вот так. Чуть-чуть сюда надо утопить. Сейчас я все отрегулирую и начну делать переднее. Средняя установка полноразмерных крыльев занимает пару часов. Вот такого результата я добился. То есть зазоры минимальные, грязь лететь не будет. Зазоры справа и слева абсолютно одинаковые. И по всей длине крыла тоже зазоры одинаковые. На это я подразил час или полтора. Сейчас то же самое надо будет сделать с передними крыльями. Я поставил пластиковые хомуты, напечатанные на 3D принтере. Эти хомуты можно заменить абсолютно любой жестянкой, железкой, перфорированной лентой, чем угодно. Лишь бы сюда закрепить переднюю дужку. Сейчас я покажу, как это работает. Как я уже говорил, здесь я использую металлический гровер, который есть в комплекте, чтобы этот винтик не раскручивался. А здесь у нас сверху обязательно шайбочка. Снизу тоже шайбочка и гайка с фиксатором. Такая с синенькой пластмасской внутри. Переднее колесо я закручиваю на винт, идущий в комплекте. Он под 10. И вот эту дужку, после того, как я все прикручу и настрою, я в конце загну, чтобы он не съезжал вниз. То есть плоскогубцами, лоточком постучу, чтобы оно зафиксировалось вокруг гориллы вилки. Дальше смотрите, у нас зазор какой минимальный. Соответственно, вот так вот я сзади его приподниму. Но впереди он не двигается, чтобы здесь грязь, пыль не забивалась. То есть здесь надо будет делать не вплотную, а с небольшим таким зазорчиком. Сейчас начну примерять крепление. Здесь я также все собрал на винтиках. Все как было удобно. Примерно отрегулировал и сделал такую отметку, чтобы вот такой зазорчик был сейчас, потому что отодвинется еще на сантиметр. Сейчас отрежу. Если что, можно регулировать, потому что у нас длина в этой штучке позволяет на 5 сантиметров смещать дужку. Вот так вот получилось. Колеса у нас на промах. Крутится идеально. Зазоры прям четенькие-четенькие. Заниженная посадка. Все ровно. Все винтики затянуты. Вот здесь я головки ставил изнутри, мне так было удобнее. А спереди я ставил снаружи. Один винтик пришлось поменять, потому что немцы положили какой-то короткий. Здесь вот тоже зазорчики. Видите, как и впереди хорошо, и сзади максимально будет закрывать. Можно еще было подрезать и плотнее прижать, но бывает, что сюда что-нибудь залетает под переднее колесо. Лучше, чтобы зазор был немножко побольше. Плюс, чем дальше передний вот этот вот находится от колеса, тем больше защита, меньше будет грязи лететь. Все готово. Два часа, 200 рублей. Крылья установлены. Были использованы разные дополнительные винтики, которые не шли в комплекте. Всякая мелочевка тоже еще осталась. Крылья установлены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...